Привет, Руслан! Итак, сегодня мы готовим лук для показа Андротана. Я Александр, визажист салона Кико Стайл, вместе с креативным директором Русланой. Берем светлый оттенок тонального крема, добавляем к нему жидкий хайлайтер, для того, чтобы достичь эффекта сияющей кожи. Смешиваем тональную основу с жидким хайлайтером. Используем бьюти-блендер, всем так любимый. Наносим быстрыми движениями на лицо. Теперь кистью, уже без хайлайтера, просто тоном прорабатываем крылья носа, носик и под глазками. Небольшое количество того же тонального наносим на веки. И затем обязательно прорабатываем бьюти-блендерами. Теперь удаляем излишки тонального, обязательным. Теперь закрепляем там, где необходимо, прозрачной финишной пудрой. Проходим, прорабатываем Т-зону. Так как у нас сияющее лицо, сияющая кожа, используем жирные текстуры во всем. Это касается и румян. В данном случае использую обычную губную помаду розового оттенка. Она прекрасно заменит нам румяну. Легкими движениями наносим румянец. Наносим не боясь, потому что потом будем перекрывать это все еще раз хайлайтером для достижения лучшего сияния. И уже поверх румян еще раз наносим хайлайтер уже в чистом виде. На все лицо, исключая Т-зону. Не жалеем хайлайтера. Все у нас смешивается и приобретает красивый глянец. Убираем излишки, собравшиеся у нас под глазками, обязательно. После того, как убрали излишки под глазками, обязательно еще раз проходим финишный пузер, прозрачный. Особое внимание уделим бровям, используя светлую тушь. Зачесываем верх, при этом тонируя брови там, где это нам необходимо. И сверху хочу нанести прозрачную тушь. Наносим еще больше, зачесывая верх волоски. Для достижения более широких бровей. Подчеркиваем ресничную линию с помощью коричневого карандашика. Не забываем, что макияж у нас легкий, летний. К самым корням ресниц. Прорабатываем также второй глаз. Стараемся работать как можно ближе к корням ресниц. Теперь используем тени для закрепления стрелочки нашей. Для завершения образа хочу поработать с глазами. Используя теплые тени, легкими движениями наносим в нашу складочку. Смелыми движениями наносим тени, не боимся. На подвижные века наносим металлизированные тени. Такого красивого медного оттенка, золотисто-медного. Совсем немного. Обязательно подкручиваем ресницы. Приступаем к ресницам. Прокрашиваем наши подкрученные ресницы. Для этого обязательно не забываем использовать одноразовую щеточку. Очень аккуратненько наносим тушь. Не перегружаем. Не забываем, что макияж у нас летний, легкий. Уже достаточно того, что они у нас подкручены. Мы просто должны их чуть-чуть коснуться тушью. Прокрашивая ресницы, не забываем о том, чтобы расчесывать их сразу после нанесения туши. Благодаря этому все реснички будут разделены и будет опрятный вид. Наносим закрепляющую пудру на зону скул. Потому что сейчас будем подчеркивать скулы темным корректором. Для этого подготавливаем кожу к нанесению этого корректора. Подчеркиваем скулы. Не сильно, слегка намечая. В завершении хочется придать какой-то свежести лицу. И я считаю, что сюда подойдут более насыщенные розовые румяна. Мне захотелось добавить. Используем жирные текстуры. Опять же. Берем немного. Хорошо растушевываем на руке, прежде чем наносить на скулы. Румяна наносим на скулы, не на щечки. Перед нанесением губной помады обязательно наносим бальзам. Это никогда не помешает. Нам нужны сочные, ловненные губы. Излишки бальзама удаляем салфеточкой. И прям пальцем наносим на губы, хорошо растирая. Без четких контуров. Тем самым добиваемся такого модного эффекта. Сверху прорабатываю спонжем. Немножечко приглушая этот розовый оттенок. Потому что губы нам нужны светлые. В завершении наносим на губы блеск цвета загара. Тем самым объединив наш образ. Это будет хорошо сочетаться с золотистыми тенями. Мы как бы объединяемся с последними штрихами. И заканчивая наш макияж, еще раз проходим жидким хайлайтером там, где это нам нужно. И работая с дизайнером, не забудьте обязательно уточнить, насколько листко можно тонировать шею. Наш макияж готов. Осталось немножечко затонировать шею, чтобы не было резкого перехода. Сухим бронзатором тонируем тщательно. Наш макияж готов. Осталось зафиксировать специальным фиксатором. Мы работали двумя диаметрами электрощипцов. Маленький и средний большой диаметр. Нам нужен эффект в нижнем периметре. Более мелкие кудри. Это дает эффект младенческих волос, когда очень мелкие кудри у детских волос. Но по желанию дизайнера не слишком кудрявые волосы. Поэтому верхний периметр, верхняя зона, топ-зона у нас накручены на большой диаметр. И все вместе мы расчесываем. Важно учесть, как будут пряди возле лица лежать. Уложить волосы в топ-зоне так, чтобы не было торчащих волос. И теперь, когда у нас практически очевидно, как будут волосы лежать, нижнюю затылочную зону мы переводим на лицо. И немного их растягиваем, фиксируя лаком. Учитывая, что прическа будет на улице, потому что показ проходит на улице, мы не боимся достаточно выразительно создать локон, потому что в процессе переодевания он все равно растянется. Все, волосы готовы. Субтитры подогнал «Симон»